Небольшие саженцы еще ждут своей очереди. Сегодняшний субботник не столько привычная уборка, сколько посевная. Для Сергея Фролова это первая ель в качестве градоначальника. Отвлекаем исполняющего обязанности мэра для беседы. Авиагородок во все времена считался немножко элитным районом. Недалеко от города, уютный, теплый. На тот момент был не очень сильно населенный. Но я думаю, если сверху будет сделан, будет просто классическое, красивое место. Парадом деревьев командует, конечно, главный городской агроном. Галина Цыганова обращает внимание на корневую систему. Если не соблюдать технологии, саженцы не приживутся. Здесь самое главное не заглубить корневую шейку. Это голубые елки. Их надо посадить так, чтобы корневая шейка не заглубилась. Поэтому подсказываем, советуем. Это нормально, мы профессионалы. Но вообще садят правильно, с душой, с любовью. Начинание администрации поддерживают общественники и депутаты. Известный строитель Валерий Кокорин много лет боролся за этот сквер вместе с местными жителями. В его преображение он внес особый вклад. Оплатил дорогостоящую проектную документацию. Мы по весне всегда здесь субботник проводили. И множество там емкостей из спиртного, из-под пива собирали всегда. Медицинские какие-то приборы здесь находили. Мусор откровенный. Я думаю, что вот то, что мы вместе с ними сделали, все же будет цениться людьми. Здесь будет прекрасный, чистый уголок города. Добиться реконструкции удалось не сразу, вспоминает депутат городского совета Ирина Матвиенко. Сквер пришлось воздвигать буквально с нуля. Еще в апреле, там где сейчас красуются новенькие деревья, был пустырь. Сейчас к новым посадкам добавят тротуары и лавочки. Появится площадка для праздников и мероприятий. Неоднократно были попытки застроить этот сквер, вырубить деревья, застроить многоэтажными домами. Жители, конечно, это, мягко говоря, не устраивало. Они обращались с просьбами сохранить. И вот благодаря новому городу, депутатам от нового города добились решения перевести изменения в землеустроительные документы и перевести его в статус рекреационной зоны. И присвоен ему статус сквера. Местные жители мечтали о таком месте многие годы. Вот и Сергей с Марией, выходя на прогулку, увидели преображенный сквер. Правильно сделали, что построили все. Ну, не хватало, да, этого места для детей, прям очень везти. Такую зеленую зону жители планировали многие годы, поэтому беречь сквер собираются регулярно, выходя на субботники. Нам, кировчанам, очень повезло, что мы были услышаны. Общественное движение «Новый город», жители, администрация сплотились все вместе. И в результате в городе появился еще один такой замечательный, уютный уголок. Увидеть результаты работ кировчане смогут 27 июля.